Свыше 6 миллиардов. Такова суммарно цифра поправок в бюджет области на 19-й, предстоящий 2020-й и следующий год. Сумма немалая и вопросом ее распределения депутаты посвятили половину времени, отведенного на пленарное заседание. Жаркие дискуссии разгорелись и на прошедшем накануне профильном думском комитете. В итоге основные пути движения средств все же определились. Например, полтора миллиарда на строительство Фрунзенского моста, миллиард на здание 6-го кассационного суда, серьезные суммы пойдут на повышение зарплаты, в частности, медработникам. Мы над этим бились очень долго, потому что мы сумели найти какие-то средства, ресурсы и увеличивали все-таки зарплату и младшему медицинскому персоналу, и среднему медицинскому персоналу. Конечно, врача, в первую очередь врача, потому что врач стоит в операционной, но и сестра рядом стоит. Это очень серьезная сумма. Поможет укреплению здоровья жителей региона и тот факт, что в бюджете предусмотрены траты на развитие массового спорта и физкультуры. Из дворового спорта вырастают, на самом деле, и профессиональные спортсмены, в том числе и юные. Вот тоже сегодня не прозвучало. Если говорить о нашем молодежном футболе, то во всех четырех возрастах юношеского футбола команды, представляющие самарский футбол, находятся на лидирующих позициях. Это там первое, второе, третье места. Из законопроектов, ставших в итоге законами и имеющих несомненную социальную направленность, можно выделить и законы молодом специалисте. Права, связанные с этим статусом, человек, отслуживший срочную, теперь не теряет. Влицет теперь закон, что если человек, вот только он устроился на работу, его забрали в армию. Он отслужил, вернулся, он не обязательно в это место вернуться может, правильно? Он может работать в другом районе, он может на другом предприятии работать. Но право молодого специалиста он сохраняет. В целом, доходная часть областного бюджета выражается в сумме 171 миллиард рублей. Расход казны на 10 миллиардов больше. Подобные суммы вполне укладываются в рамки, поставленные федеральным законом. Кроме того, в предстоящие три года область может рассчитывать на 3 миллиарда безвозмездных субсидий из федерального бюджета. Владислав Жирнов, Виктор Соколов. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова